О, какой вкусный тортик, красивый. С Рождеством Христовым. С Рождеством. Сегодня Татьяна с дочкой отмечают Рождество Христово. На их праздничном столе традиционные угощения, но самый главный десерт – торт. Приготовила его 11-летняя Юлиана. Все блюда имеют свой сакральный смысл, говорит маленькая хозяюшка. Каждый год мы всей семьей празднуем Рождество. Ходим в храм на торжественное богослужение. Мне очень нравится этот праздник, потому что он очень семейный. Каждое 7 января православные приходят на праздничную службу во все храмы страны с раннего утра. Храм украшен по-праздничному – еловыми ветвями, цветами и гирляндами, а также изображением Богородицы с младенцем Иисусом на руках и волхвами, принесшими подарки новорожденному. Святые отцы в своих писаниях именуют Рождество началом и основанием для прочих праздниц. По словам диакона Виктора, рождение Иисуса было важной вехой в истории христианства. Этот праздничный день дает всем духовную пищу и обновляет души людей. Рождество – это, понимаете, это именно начало все-таки нашей духовной жизни, когда Спаситель приходит и показывает нам именно ту самую духовность, которая необходима для спасения и самое главное – изменение самих себя. Основное, что хочется отметить, что мы вспоминаем его чудодейственное рождение, потому что Мария приняла от Духа Святого и родила его очень необычным способом. Это об этом даже пишет, мы знаем, что и Коран. Сегодня столичный храм посетило более 500 прихожан. В связи с ограничениями из-за COVID-19 при входе в храм обязательно измеряли температуру и надевали маски. Я желаю всем людям выйти из больницы здоровыми, чтобы не болели люди и чтобы эта эпидемия исчезла. Дай Бог, чтобы она просто исчезла, чтобы все люди просто зажили спокойно. И не было ни болезней, а было счастья, здоровье и жизни. К этому дню подходят с особой тщательностью, рассказывают прихожане. Готовят рождественскую трапезу, настраиваются только на добрые и светлые помыслы. Обязательно в этот день у нас нельзя ничего делать совершенно. Это очень святой для нас день. Такое, что ждем гостей всегда. И чтобы мы все жили в мире. Православные подчеркивают, что главное в Рождество – это находиться рядом с близкими и родными людьми, чтобы было как можно больше людей, с которыми можно и нужно поделиться добротой и радостью.